В отличие от симуляторов выживания, игры про строительство существуют уже довольно давно, как минимум несколько десятков лет. Правда, раньше они редко выходили за рамки специфических жанров, вроде градостроительных симуляторов. Minecraft же своим примером показала, что постройка баз, жилищ и прочих объектов вполне уместна даже там, где строительство не выступает основной целью, как, например, в тех же выживалках. Предлагаем вам ознакомиться с пятеркой лучших игр, где постройкам отводится одна из ключевых ролей. У Minecraft было немало последователей, однако Terraria опередила с релизом не только их, но и сам оригинал. Пока Маркус Персон тянул резину с бета-версией своего детища, маленькая студия Relogic вдохновилась его творчеством, придумала двумерную адаптацию той же идеи и притворила ее в жизнь за считанные месяцы. Terraria точно так же бросает игрока в огромном, полном опасности мире без каких-либо четких инструкций. Поначалу попытки исследовать окрестности часто оборачиваются смертью, повсюду много врагов, и примитивным оружием от них не отбиться. Поэтому сначала нужно как-нибудь соорудить себе убежище, а затем в поисках ценных ресурсов углубляться в земные недра, постепенно выстраивая цепь тоннелей и присоединяя все новые пещеры к своей подземной империи. От своего прародителя Terraria отличалась упором на экшен. Больше видов врагов и оружия, более толковая прокачка, полноценные сражения с боссами. Проходить Terraria и сложнее, и увлекательнее, чем Майнкрафт. А патчи, выходившие на протяжении всех десяти лет после релиза, сделали мир игры еще более богатым и самобытным, что помогло Terraria успешно пройти испытания временем. Это по-прежнему достойная альтернатива Майнкрафт для тех, кто предпочитает 2D. В плане строительства вы ограничены только своей фантазией. Можно отгрохать хоть средневековую крепость, хоть гигантскую статую, хоть хитроумный механизм. И, конечно, веселее всего заниматься архитектурой вместе с друзьями. Space Engineers повезло появиться в нужном месте и в нужное время. В 2013 году рынок еще не был перенасыщен выживалками, тем более посвященными исследованию космоса. И хотя появившаяся в раннем доступе игра сперва предлагала лишь творческий режим, полностью нацеленный на строительство, именно он и сделал Space Engineers популярный. Правило «развлеки себя» идеально ложилось на возможности, которые открывала низкая гравитация и бесконечная пустота космоса. Исследование неизвестных планет, проектирование самых разных кораблей с достоверной физической моделью, строительство космических станций и портов на орбите, планетарные базы в полых астероидах. Тут хоть занимайся созиданием, хоть устраивай масштабные баталии на собственноручно сконструированных кораблях. А когда в игре наконец появился режим выживания вместе с поддержкой модов, из просто интересного, но недоразвитого концепта, Space Engineers превратилась в полноценную игру для любителей майнить астероиды и передвигаться исключительно гиперпрыжками. Если раньше с ней все было довольно однозначно, то сейчас уже наверняка и не скажешь, какой режим геймерам больше по душе – выживальческий или творческий. Дебютный проект студио Wildcard еще до выхода из раннего доступа разошелся тиражом около 5,5 миллионов копий. Причиной столь впечатляющих продаж послужил не только стремительный рост популярности жанра, но и необычный сеттинг. Выживать нужно было на футуристическом острове, прямиком из парка юрского периода. В мире Ark Survival Evolved обитает множество доисторических созданий всех форм и биологических видов. От юрких рапторов и твердолобых трицератопсов до тираннозавров, гигантских кальмаров и много кого еще. И если в начале приключения приходится орудовать деревянным копьем, добывая себе еду, то на высших этапах развития разные кланы выживших штурмуют базы друг друга верхом на динозаврах, в том числе летающих. Да еще и с винтовками наперевес. Успех Ark впоследствии привел не только к появлению консольных портов игры, но и к созданию нескольких спин-оффов, а также полноценного сиквела с заделом на сюжетную кампанию. Главную роль в продолжении Ark, к слову, исполнит Вин Дизель, который по собственному признанию наиграл в первую часть более тысячи часов. На фоне персонажа Доминика Торетто из «Форсажа», прочно закрепившегося за актером, не обошлось без шуток про братство и племя. Но, кто знает, в первый раз у авторов все получилось. Вдруг и сиквел не ударит в грязь лицом. Satisfactory от Coffee Stain Studios это факторио от мира выживалок. Если там потерпевшему крушение астронавту требовалось освоить природные ресурсы планеты, чтобы в конце концов сконструировать ракету и убраться прочь с чужой планеты, то здесь игроку, будучи сотрудником корпорации, нужно наладить целую планетарную фабрику. Элементов выживания в игре практически нет. Satisfactory делает ставку на строительство комплексных производственных цепочек. Зачем трудиться в поте лица, если можно полностью автоматизировать добычу ресурсов, обработку сырья и его доставку в пункт назначения? Километры конвейеров развозят компоненты в десятки сборщиков, а готовый продукт отправляется прямиком к космическому лифту для доставки на нужды корпорации. Насосы качают воду и нефть для генераторов, линии электропередач снабжают производство энергией, а разные секторы фабрики сообщаются между собой железной дорогой. Словом, пазл получается довольно замысловатый, но при этом увлекательный, особенно если вы в свое время увлекались производственными модами для Майнкрафт, но не получили от них той глубины и вариативности, что ждали. Пускай мир в Satisfactory непроцедурный, исследовать его можно десятки часов напролет, не зевая от скуки. А социальный комментарий на тему экологии, которую корпоративная экономика приносит в жертву собственной жадности, идет необязательным бонусом. Вальхейм очень удачно сделала ставку на сеттинг скандинавской мифологии. Ее разработка началась в 2018 году. Тогда вышла God of War, которая убедила авторов грядущего инди-хита в том, что викинги — это модно. А до раннего доступа Вальхейм добралась в январе 2021-го, аккурат после релиза Assassin's Creed Valhalla. Экшена в открытом мире, лишенного той эмерджентности, что присуще играм про выживание и строительство. Именно этот запрос публики Вальхейм успешно и удовлетворила, гармонично вобрав в себя элементы многих предшественниц. В отличие от многих коллег по инди-цеху, Вальхейм и ее история о павшем викинге, которого сослали в мир тюрьму уже в рамках раннего доступа, предложила уйму контента и массу механик. Позаимствованные у The Legend of Zelda Brief of the Wild готовка еды и параметры персонажа подогревают интерес к исследованию. Какие ресурсы таит в себе очередная неизведанная область? Что в итоге получится, если смешать в котле первое, второе, третье и десятое? А тут внезапно выясняется, что в новой локации царит вечная мерзлота, и без теплого кителя или специального зелья смерть настигнет героя очень быстро. Вот скажите, как много выживалок заставляют игрока проветривать помещение, чтобы его подопечный не откинул копыта от отравления угарным газом? А как вам реалистичная физика деревьев, из-за которой криво спиленный ствол может прибить лесоруба? В Вальхейм можно построить хоть Вайтран, хоть Эйфелеву башню, но делать это нужно с соблюдением правил безопасности, иначе несчастных случаев на рабочем месте не миновать. Впрочем, именно непредсказуемые ситуации, возникающие благодаря реалистичной физике, и запомнились публике, что подтверждается массовыми восторгами в Steam. А какие еще игры про строительство, достойные внимания, вы можете вспомнить? Расскажите нам в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова